Вы смотрите новости, с вами я, Анна Мальгина. Вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Бесплатное питание, билеты в музей и проезд в общественном транспорте в Краснодарском крае увеличили количество льгот для многодетных, а также изменили статус многодетной семьи. Итоги 38-й сессии ЗСК в материале моих коллег. В Краснодаре создали региональное отделение Российского исторического общества. Историки Юга России и Северного Кавказа собрались в Кубанском госуниверситете. Утолить кадровый голод. О том, как решить проблему нехватки специалистов кубанских СМИ и в чем ее причины разбирались в общественной палате. Все подробности у моих коллег. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней на наш регион, в том числе и на краевую столицу, обрушится комплекс метеорологических явлений. Об этом рассказали специалисты Центра мониторинга и прогнозирования ЧАЭС природного и техногенного характера края. 30, 31 мая и 1 июня местами в крае, исключая муниципальное образование город Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют в эти дни по возможности оставаться дома, следить за безопасностью электро- и газовых приборов, за прогнозом синоптиков и реагировать на СМС-предупреждение МЧС по теле и радиостанции. В случае ЧП нужно сразу же звонить по номерам 01, 101 и 112. Владимир Путин провел сегодня встречу по видеосвязи с многодетными семьями из разных регионов страны. Встречу приурочили к предстоящему дню защиты детей. Глава государства пообщался в том числе с родителями, которые удостоены ордена «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». Среди них и кубанская многодетная семья Солодовниковых. У них один из сыновей и теперь уже у них свои семьи. Один из сыновей Солодовниковых совсем недавно тоже стал многодетным отцом. Такое благородное начало, которое действительно передается по наследству. И в вашем случае оно так и все и получилось. Я искренне желаю вам всего самого доброго и вашей большой семье, и всем нарождающимся семьям. Всего вам самого хорошего. Если какие-то вопросы будут, то, пожалуйста, каналы теперь у вас есть. У нас только благодарность, что, конечно, сейчас очень много проявляется заботы к многодетным семьям. И мы это очень сильно замечаем сейчас. Нам, естественно, намного легче стало. Забота от наших местных властей, от края, от вас федеральные, выплаты эти все. Они, конечно, нам помогают очень сильно. Мы благодарны очень. От края тоже чувствуется какое-то внимание? Венин Иванович, помогает, поддерживает? Конечно, конечно. На встрече Владимир Путин отметил, что в стране продолжают создавать условия, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Они должны быть уверены, что получат поддержку со стороны государства. Эта работа на перспективу ради будущего отметил глава государства. И в продолжение темы, больше 2 миллиардов рублей направят на новые меры поддержки для многодетных семей. Такой законопроект единогласно приняли депутаты на очередной 38-й сессии ЗСК. В ней участвовал губернатор. Именно по инициативе Вениамина Кондратьева эти законы были внесены в повестку. Все подробности в материале. Решение принято. Депутаты единогласно поддерживают законопроект о новых льготах и преференциях для многодетных семей. Сегодня они выходят на первый план, как на федеральном уровне, так и на краевом. В январе президент подписал указ, в котором закрепил для них все социальные гарантии. Вопрос поддержки многодетных семей для региона первостепенным. За последние 5 лет их количество возросло на 28%. Президент объявил этот годом семьи, а мы максимально сегодня приняли закон не по отдельной льготе, для многодетных семей, а целый пакет льгот. И он очень важен для них. У нас сегодня многодетных семей в крае 94 тысячи. Задумайтесь. Больше 309 тысяч детей у нас воспитываются в многодетных семьях. И, конечно, это много. И слава Богу, как говорится. Так вот давайте просто создадим условия, чтобы вот эти дети стали успешными. В законопроект по инициативе губернатора вошли такие меры поддержки, как 30% компенсация расходов на коммунальные услуги, бесплатное питание в школах, единый проездной билет на городской и пригородный транспорт для учеников, общеобразовательных учреждений и бесплатные походы в музеи. На это из краевого бюджета выделят дополнительные средства. На реализацию закона дополнительно планируется выделить в 2024 году около 2 и 3 миллиардов рублей, которые будут предусмотрены профильным министерством в законе о бюджете края. Также статус многодетной семьи теперь устанавливается бессрочно и не теряется, когда дети достигают совершеннолетия. Статус многодетной семьи будет пожизненным, бессрочным. Но это тоже важно, это же, вот это и есть то самое уважение. И тогда, когда дети выросли, 18 лет достигли, а потом говорят, все, у вас нету статуса многодетной семьи, все, вы ни по выслуге лет, ни по чем, вы ничего не имеете права уже. Но это же как-то от того, что дети выросли, мать с отцом же многодетными не перестают быть, они же и остаются многодетными. Поэтому, конечно, мы сегодня с вами принимаем то решение, которое нужно было принять, может быть, и давно, даже если дети выросли, и им стало больше 18 лет, статус многодетной семьи семья должна сохранить. Законопроект скрупулезно разрабатывали депутаты в своих комитетах. Они изучали, какие есть федеральные преференции и льготы, как поддерживают в других регионах, также лично общались с многодетными семьями, чтобы понять их реальные запросы. Таким образом получилось собрать большой пакет мер поддержки, который есть далеко не в каждом российском субъекте. Мы проанализировали, как указ президента выполняется в разных субъектах. Я вам могу сказать, что в двойку, тройку субъектов России по емкости Краснодарский край вошел. И это осознанная позиция губернатора, осознанная позиция, как вы видели, единогласного голосования парламента. Уже с июня месяца, то есть, извините, послезавтра, отдельные статьи начнут работать. В первую очередь по компенсации оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг. Второй транш начнет реализовываться с 1 сентября, и третий с 1 октября месяца. При этом всем бюджет региона позволяет сохранить и существующую помощь. Мы же еще сохраняем те льготы, которые были ранее, в том числе вами, предоставлены многодетным семьям. Вот что у меня ежегодная денежная выплата на каждого ребенка сохраняется. Краевой материнский капитал на третьего и последующего ребенка. Это за счет только краевого бюджета, который. Беспландаем беспечне лекарствами детей до 6 лет и то, что ранее было. То есть, если сейчас вакуумно все посмотрите, ну, поверьте, это очень серьезная поддержка для многодетных семей. Конечно, они дешевые, но они для нас очень дороги, поэтому здесь не может быть цены вопросов для многодетных семей. Еще раз подчеркиваю, главное, чтобы их становилось больше, больше и больше. Уже традиционно каждую сессию в числе первых рассматривают вопросы социальной защиты населения. Это заседание не исключение. Вопрос номер один. Это вопрос, о котором сейчас говорит Вениамин Иванович. Это закон, который позволяет беспрецедентно усилить социальную защиту многодетных семей. Многодетные семьи на Кубани пользуются и будут пользоваться не только всеобщим уважением со стороны земляков, но на сегодняшний момент и серьезной материальной поддержкой государства. Глава региона обращает внимание на бюрократию. С ней не должны столкнуться многодетные семьи при получении преференции и льгот. Мы с вами сегодня еще раз подчеркиваю, приняли правильное решение. Не то, что очень важное решение. И еще раз подчеркну, для них эти льготы важны, но намного важнее внимание и уважение государства. Намного важнее. Сергей Петрович, я к вам обращаюсь. Вы только сделаете, чтобы волокиты никакого не было. Потому что, еще раз подчеркну, это не отдельная льгота. Это пакет. Чтобы это автоматически сработало. И они начали уже эти льготы применять, пользоваться. В крае развернута большая работа по поддержке многодетных семей. С каждым годом она набирает обороты. В 2025-м по инициативе президента начнется реализация нового нацпроекта «Семья». И здесь исполнительная и законодательная власти продолжат трудиться для достижения всех поставленных целей. 35 новых социальных объектов в этом году введут в эксплуатацию в краевую столице. Из них 11 школ на общее количество почти 14 тысяч мест. И 24 детских сады на почти 7 тысяч мест. Об этом рассказали в администрации города на совещании, которое провел глава Евгений Наумов. Он отметил, что сдать все объекты необходимо без задержек и точно в срок. Много раз мы с вами уже встречались и на объектах. Сейчас, что те сроки, которые мы перед собой ставим, перед собой декорируем нашим жителям, они неприкосновенные. В настоящее время в Краснодаре одновременно строится 55 социальных объектов. Это школы, детские сады, физкультурно-отздоровительные комплексы. Строится 55 объектов. Это 19 школ на 26 тысяч 100 мест. Из них 15 объектов в рамках муниципального контракта и 4 приобретения. 3 за 4 детских садика на общее количество мест 10 125 мест. Из них 11 в рамках муниципального контракта и 23 объекта в рамках приобретения. 1 физкультура-оздоровительный комплекс по улице Первомайской. 1 линейный объект, западный обход в рамках муниципального контракта. Также на совещании отметили, что Департамент строительства уже подписал соглашение на возведение 10 новых объектов. В течение двух месяцев планируют заключить строительные контракты со сроком исполнения 24, 25 и 26 года. В Краснодаре открыли региональное отделение Российского исторического общества. Оно объединило профессиональных историков Юга России и Северного Кавказа на базе Кубанского госуниверситета. Учредительное заседание прошло сегодня. Председателем отделения РИО стал декан факультета истории, социологии и международных отношений Александр Евтушенко. Подробнее в следующем сюжете. Это первое собрание регионального отделения Российского исторического общества. Площадкой для Краснодарского филиала этого Федерального союза ученых выбрали Кубанский государственный университет, поэтому встреча прошла в зале совещания ВУЗа вместе с председателем правления РИО Русланом Гакуевым и вице-губернатором Александром Топаловым. Наша общая задача противодействовать фейковой информации, способствовать развитию популяризации исторического знания во всей Кубани. Уделяется особое внимание работе по сохранению памяти об истории нашего края, наших героев, передаче ее подрастающему поколению. Открытие регионального отделения – это действительно уверенный шаг консолидации исторического сообщества, которая нам нужна для объективного рассмотрения сегодняшних событий и исторических событий. Еще год назад инициативная группа ученых, представители вузов, музеев, краевого архива обратилась в Российское историческое общество, чтобы создать региональное отделение. Предложение было принято. Правление РИО уже давно взаимодействует с кубанскими историками. Осталось лишь объединить и систематизировать работу. Уровень оцениваем, конечно же, высоко. Со многими коллегами и ранее сотрудничали, будем продолжать, но теперь уже на таком более системном уровне, включать в те проекты, которые реализуются на федеральном уровне, подключать к реализации тех проектов, которые направлены на историческое просвещение в рамках всей страны. В частности, региональное отделение общества объединит историков, музейщиков и педагогов для того, чтобы правильно интерпретировать и сохранить память о специальной военной операции. Как показывает опыт, историю стараются переписать. И на встрече подчеркнули, что важно не допустить искажения фактов. Российское историческое общество консолидирует усилия по изучению прошлого и самобытной культуры Кубани. Для этого будут проводить встречи, лекции, выставки, экспедиции в рамках федеральных проектов. Тем более, Кубань находится в лидерах по количеству исторических памятников и знаковых мест. Мы считаем, что это даст новый импульс не только нашей образовательной деятельности, но и научному процессу, и возможность приобщиться к тем мероприятиям, которые проводит российское историческое общество на федеральном уровне. Мы сегодня предварительно обсуждали, что один из проектов, который реализуется в этом году, мы будем его участниками. Для российского исторического общества открытие отделения на базе государственных вузов, рабочая практика, большинство учёных, преподавателей, выходцы исторических факультетов. Это позволяет наладить контакты, чтобы сохранить объекты культурного наследия, систематизировать знания, популяризовать родную историю. Это позволит, во-первых, вывести на новый уровень факультет истории и социологии международных отношений, потому что в рамках исторического общества предлагается много различных проектов, в которых факультет мог бы принять участие. Но это только планы на текущий год. В 2025-м вся страна будет отмечать 80-летие Великой Победы и уже сейчас планируют масштабные проекты, посвящённые важному событию. Дарья Безинская, Павел Сагайдак, телерадиокомпания «Краснодар». В общественной палате Краснодара обсудили кадровую политику в СМИ. Участники рассмотрели вопрос кадрового голода и его причины, а также искали пути повышения привлекательности профессии журналиста. Тему продолжит моя коллега. Ежегодно из стен краснодарских вузов выпускают порядка 300 журналистов. И это при том, что на профильном факультете самый высокий проходной бал. Однако парадокс. Кубанские СМИ буквально кричат о кадровом голоде. Куда уходят дипломированные специалисты? Этот вопрос стал главным в повестке круглого стола на тему кадровый голод в информационной войне в общественной палате Краснодара. Встреча собрала представители СМИ, общественных объединений, вузов и органов местной власти. Безусловно, мы эту проблематику видим. Причем мы видим ее не только по профильным структурам. Мы, как собирательный орган, еще и сейчас креативим. Именно креативим. Если мы хотим омолодить, осовременить, нам нужно пользоваться как минимум новыми формами. Перекос, тектонический, слом произошел в ментальности молодежи. Они не хотят работать. Они хотят сразу зарабатывать. И, безусловно, здесь один из важнейших факторов, как показано анкетирование, это удаленка. Все хотят работать дома. Павел Лаврентьев отметил, что значимую роль тут сыграла пандемия. Большинство почувствовали удобство удаленки. А председатель комиссии по информационному развитию и СМИ общественной палаты города Максим Жмуцкий добавил, что сейчас по многим направлениям в отрасли можно предоставлять работникам гибридный график. Такие условия сегодня привлекают соискателей. Кстати, популярный сервис поиска работы составил портрет соискателя по вакансии журналист. В основном это женщины возраст 18-35 лет. И преимущественно 76% соискателей имеют высшее образование. А это сводная таблица по зарплатным предложениям и ожиданиям. Журналистам края готовы платить более 40 тысяч рублей. Однако ожидания соискателей на порядок выше. С такой статистикой соглашается и председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань. Моё убеждение – решать вопрос заработных плат. Мы, конечно, не решим глобально, это очевидно и понятно, но мы должны их всё равно поднимать. Мы неоправданно мало занимаемся рекламой. Работа в этом направлении поможет нам каким-то образом, целенаправленно хотя бы с молодыми, работать по зарплате. Зарплата – действительно один из главных критериев выбора работы у студентов. Работать за «спасибо» современная молодёжь не готова. Разумеется, хорошая заработная плата и хорошие условия, потому что не хочется, грубо выражусь, пахать как лошадь за «спасибо». Зарплата в первую очередь должна соответствовать ожиданиям. Если будут, допустим, накидывать какие-то сверхурочные, и за это мне просто будут говорить «спасибо», а иной раз даже этого я не услышу, это будет крайне неприятно. Я думаю, на таком месте работы я долго не задержусь. Эксперты считают отношение студентов к профессии тревожным. Исследования показывают, что сегодня молодёжь массово смотрит в сторону фриланса, а это может ещё больше расслабить ситуацию с кадрами. У меня есть очень много знакомых ребят, кто занимается сейчас фрилансом. Я задавался тем же вопросом, почему они идут в СМИ или в журналистику. Для многих людей условия, которые существуют во фрилансе, намного выгоднее, чем в СМИ. Кому-то просто не хочется работать в офисе, кто-то не хочет приходить 8 часов. Для людей нашего поколения это очень большая проблема. Очень существенное отношение молодёжи к профессии и вообще к профессиональному пути. Доминируют какие идеи? Фриланс и самореализация. Вот это вот такие очень популярные вещи, которые, извините, деформируют мозги. Ожидания завышены по сравнению с реальностью. Понимаете, в чём дело у выпускников вузов? Реальность не будет улучшаться, она будет ухудшаться. Что делать? Мне кажется, основное, что наша общая задача – менять отношение к профессии в целом. Потому что целый ряд профессий требует от человека не самореализации, а служения. Это другая идеология. Служить своей профессии студентам помогают конкретные меры. Так, руководитель дирекции информации телекомпании «Кубань-24» Маргарита Аветисян рассказала, что в поисках кадров они работают со студентами, начиная с первого курса. А Диана Горбань и вовсе стала новатором в привлечении кадров. За счёт средств СМИ они начали обучать перспективных сотрудников и в последующем заключать с ними договор так называемой «отработки». Звучали в ходе круглого стола и другие способы повысить привлекательность профессии. Например, городским и региональным СМИ рассмотреть возможность предоставления площадок для всех детских медиа-центров. А ещё культивировать интерес к профессии со школы и помогать ребятам определиться со своим будущим. Оксана Ехимович, Алексей Товстенко, телерадиокомпания «Краснодар». О том, как сохранить сотрудников и мотивировать их работать эффективно, говорили сегодня и на конференции. Эти вопросы обсуждали бизнесмены и общественники на конференции в рамках программы «Время новых стратегий». Её организовал общественно-политический ежедневник «Югтаймс», Общественная палата Краснодарского края и Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса. На встрече отметили, что актуальные тенденции бизнеса сегодня – это человекоцентричность, сотрудников нужно мотивировать не только заработной платой, но и возможностью карьерного роста, отметили специалисты. Стабильные условия работы на предприятиях могут помочь снизить кадровый голод в России. «Тема, которую мы сегодня и ежегодно уже на протяжении многих лет заслушиваем, которой работаем, очень актуально. И действительно в этом плане 2023 год он побил исторический минимум по безработице. Вот действительно такого ещё не было. По факту отрасли, такие как Минстрой, Минселькоз, Минпромтор, Минздрав, Минцифры и другие, они все заявляют о том, что это мощнейшая проблема, с которой нужно каким-то образом бороться. Я думаю, что сегодня в ходе этой конференции произошёл конструктивный и интересный диалог, обмен мнениями. Мы услышали как интересный опыт компаний, который может помочь другим компаниям перенять интересные методы работы с персоналом, так и интересную аналитику, которая тоже позволяет принимать верные кадровые решения». В ходе конференции эксперты пришли к выводу, что сохранить кадры можно только если создать благоприятную рабочую атмосферу в коллективе, уделять внимание успехам сотрудников, а также построить хорошие взаимоотношения. Также важно собирать обратную связь от сотрудников и руководителей отделов. Это позволит быстро выявлять проблемы внутри организации, отметили специалисты. Как не попасться на удочку телефонных мошенников и что делать, если подошёл незнакомец на улице? Эти и другие ситуации разбирались сегодня в школе номер 53. Там прошёл урок, который провели руководители детской школы безопасности. О чём ещё рассказывали и какой урок вынесли школьники, расскажем в сюжете. Судя по вашему описанию, Лиза сейчас похожа на преступника. Да! Как преступник выглядит по вашему должности, да? Не все злодеи носят чёрное и вызывают подозрения одним только своим видом. Это один из главных пунктов, о которых рассказали тренеры детской безопасности. Ученики 53-й школы с интересом слушали то, что не показывают в кино и мультфильмах. Один из участников тренинга – Владимир Сергеев. Свои 13 лет он уже знает – нельзя доверять незнакомцам. Урок от тренеров безопасности помог мальчику дополнить знания. Сегодня, благодаря мероприятию в нашей школе, мы изучили, как не попасть в такие ситуации, что надо слушать только родителей и в крайнем случае сразу звонить им. Также, если родители – мама, папа или не отвечают, можно всегда звонить бабушкам или дедушкам. Можно придумать кодовое слово, которое может знать только родители и их ребёнок. Желательно не распространять это слово никому, ни по секрету, никуда. Урок прошёл в формате игры и общения практически на равных. Это позволило детям лучше воспринять информацию. Всего тренинг посетило около сотни ребят. Им рассказали и о других опасностях, например, о телефонных мошенниках. Организаторы, а это НКО «Лига» и «Союз женщин России» проводят такие мероприятия ежегодно. Давать информацию о детской безопасности, в особенности преддверии лета, это очень важно. Потому что ребята будут предоставлены себе, у них появится огромное количество свободного времени. Они будут общаться с незнакомыми людьми, будут находиться дома одни, будут на просторах интернета получать разную информацию. Поэтому наша задача, как родителей, посвятить время тому, чтобы дать ребятам базовую информацию, базовый алгоритм безопасного поведения. В конце урока по безопасности всем детям раздали подарки. Ещё в школе провели трожественную линейку в честь Дня защиты детей. На ней ученики устроили флешмоб и рассказывали стихи. Елизавета Арамян, Дарья Безинская, Данила Стапенко, телерадиокомпания «Краснодар». На всероссийском турнире по Муай-Тай кубанские спортсмены завоевали 81 медаль и заняли второе общекомандное место. Среди них 18 побед краснодарских спортсменов. Бойцы привезли в краевой центр 9 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей. А на первенстве России боролись за победу с сильнейшими спортсменами из разных регионов России. Как итог, 4 золотые медали, 3 серебряных и 7 бронзовых. Но впереди новые соревнования, как проходят тренировки и в чем секрет успеха узнала Анна Барковская. Сейчас юноши и девушки разминаются и готовятся к основной части тренировки. Сегодня они будут отрабатывать удары ногами, а сразу после пройдут общую физическую подготовку на развитие разных групп мышц. Все эти упражнения – часть комплексной тренировки и подготовки к серьезным соревнованиям. Была Зуева, пятикратный победитель первенства России по Муай-Тай. Спортом начала заниматься еще в 4 года. Сначала тэквондоки, боксинга, затем определилась и решила развиваться в тайском и классическом боксе. Сегодня вместе со всеми спортсменами готовится к очередным соревнованиям. Рассказывает, что эти особенные, ведь от них зависит ее карьера. Сейчас я готовлюсь к, наверное, самым важным соревнованиям в моей карьере. Они будут с 22 июня. Это будет первенство Европы по боксу. Я на данном старте еще ни разу не участвовала, поэтому это будет как бы новый опыт. Сейчас я готовлюсь в Краснодаре и буквально 6 июня я еду на сборы по боксу с сборной Российской Федерации. Тренируюсь каждый день сейчас 6 раз в неделю. Также утром добавляю пробежки, а вечерняя тренировка стандартно 2 часа длится. Секрет успеха кубанских спортсменов в грамотно подобранных тренировках, рассказывает тренер. Я уже более 17 лет тренирую и сложно выделить какое-то одно качество, по которому ты должен увидеть спортсмена сразу. Многие спортсмены открываются через годы тренировок. Мы стараемся выстраивать тренировочный процесс, чтобы подбирать правильные тренировки и для спортсменов легкой весовой категории, и для тяжелой. В июле-августе спортсменов ждет еще один важный этап – спартакеада учащихся по тайскому боксу. Это серьезные соревнования, которые проводят один раз в два года, говорит Данил Винник. И только 8 спортсменов России в каждой весовой категории будут бороться за звание победителя. Среди участников краснодарский чемпион, победитель первенства России по муай-тай Георгий Исаян. Для меня этот спорт стал как родным делом. Я как бы без тренировки в день, я не знаю, я страдаю. Изначально, когда я пришел в спорт, я пошел на ММА. Я оттуда ушел, пришел в муай-тай, потому что больше всего меня привлекает работа в стойке. Ну и самые зрелищные нокауты, попадания, они опять же только в стойке. В предстоящие выходные в Краснодаре пройдет квалификационный турнир по тайскому боксу. На соревнованиях выступят как опытные спортсмены, так и новички из Краснодарского и Ставропольского края и Ростовской области. Анна Барковская, Алексей Попов и Данила Стапенко, телерадиокомпания «Краснодар». Ну а наше время подошло к концу. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok